Павел проповедовал, Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки, опоясание с тела его, и у них прекращались болезни. И злые духи выходили из них. Особая благодать, причем в этот момент благодать исходила даже от тела апостола Павла. Господь таким образом решил его использовать. Не знаю, что Павел стал каким-то особенным. Автор деяний четко нам говорит, что это Бог совершал, Бог совершал такие чудеса. Но Эфес был интересным городом. Эфес был городом Артемиды, богини Артемиды, как мы с вами будем читать несколько позже. И еще Эфес был городом магии. Более того, сохранились даже рукописи эфесские. Это рукописи магических книг, волшебство, магические заклинания и прочее. Короче, Гарри Поттер отдыхает. Эти ребята разбирались в магии намного лучше, чем в заклинаниях латинского происхождения, которые в романах, в повестях о Гарри Поттере. Ну, возникает очень интересное желание. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Это 13 стих. Кто когда-нибудь слышал в детстве, что играть со спичками или с порохом плохо? Очень плохо. Даже опасно. Любители духовных игр решили поиграться, не будучи верующими, не зная лично Господа. 13 и следующие стихи — это очень настойчивое предупреждение. «Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом». Теперь вот просто ирония, которого Павел проповедует. То есть вот тем, которые там где-то, мы слышали, Павел проповедует, вот он крут. И мы вас в духов заклинаем этим самым Иисусом, которого мы лично не знаем. И тут духи высказываются. В общем, высказываются так же весьма точно. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» Вот понимаете, какая вещь. Очень часто приходится слышать, например, о том, что надо учить наших детей христианским принципам. Христианской морали. Христианской этике. Ну, потому что, дескать, если мы христианским принципам их научим, так и жить они будут лучше. Смотрите, что происходит здесь. Заклинатели хотят силу Христову без Христа. Заклинатели хотят Евангелия без того, на ком держится Евангелие. В данном случае даже не Евангелие они хотят. Они хотят просто духов побеждать. А Евангелие невозможно без Христа. Сила Божия не действует без того, кто эту силу дает. Евангелие – это не заклинание. Да, иногда Господь совершает особые чудеса. Он совершает особое действие. Он решает, например, спасти человека через свидетельство другого человека, который Христа не знает. Спросите уловы Смакнил. Она вам расскажет эпизоды, когда неверующий человек ведет библейский урок, и люди каются. Да, иногда Бог такое устраивает. Но с духовным миром нужно быть очень осторожным. Духовный мир и мир злых духов реагируют не на слова об Иисусе Христе, а на присутствие Духа Божия. Понимаете, можно сколько угодно говорить полезные вещи, и это останется лишь сотрясанием воздуха, пока Духа Божия нет. А если он есть, ну, может быть, и красноречия не хватит. Но сила будет. Сила Христова, сила Духа Божия, которая действует. Ну, в данном случае, в данном случае, все кончается очень печально, потому что Дух не просто с ними разговаривает, а и в образе этого человека, или через этого человека, используя этого человека, на них бросается. Кончается все действительно печально. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, Иудеям и Элленам, «И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». Не того, который, да, а того, которого мы знаем. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством, довольно многие, собрав книги свои, которые сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Вот вам действие. Вот вам действие Бога. Действие Бога выразилось в том, что рядом с Ним другие башки не имеют никакой силы. И книги чародейские, книги магов, оказываются сожжены. Кстати говоря, вряд ли можно использовать этот момент как оправдание сожжения книг. Дело в том, что магические книги, вот то, что они сжигали, это книги, которые используются для заклинания. Это не просто художественная литература. Это книги, которые, как предполагалось, имели силу. То есть их сожгли, как, скажем, предметы культа, как предметы служения чужим богам, а вообще, так говоря, как предметы бесовского служения. Это не библиотека античной литературы. Это не художественные шедевры мировой литературы. Это именно культовые предметы. Вот что было в данном случае сожжено. Когда же это завершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. И вскоре мы будем читать с вами послание к римлянам, когда Павел готовит римлян к восприятию Евангелия. Мы читаем о том, что Павел пока остается в Асии, посылает двух своих друзей в Иерусалим, раньше него, раньше себя. И очень коротко, перед перерывом, второе событие, которое происходит в Эфесе. Возможно, именно об этом будет говорить Павел, когда будет говорить, что он поролся с зверями в Эфесе. Хотя здесь мы должны будем оговориться, должны будем уточнить. Речь идет о потере дохода. Богиня Артемида почитала свою Эфесе. Богиня Артемида как богиня плодородия, богиня рождения. Но богиня-то богиней, а денежки звенят. Чем больше почитают богиню, тем больше звенят денежки. Дмитрия отлично это понимает, он делал серебряные, как мы читаем, храмы Артемиды. И ему было весьма хорошо. Интересно, что Дмитрий был художником и бизнесменом. Начиная с 25 стиха, он говорит явно не как художник, он говорит как бизнесмен. Смотрите, что он говорит. «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. То есть мы кушать хотим. А между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Ассии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. Значит, начинается с того, что у нас отсюда доход. Первое утверждение, у нас отсюда доход, от этого доход. Второе утверждение. Павел высказывает свое убеждение, что это все не боги. Следующее. Он не спорит богословски. Богословские аспекты он совершенно не интересует. 27 стих. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И не спровергнется величие той, которую почитает вся Ассия и Вселенная. Значит, он начинает все-таки с того, что ремесло придет в упадок. Не будет денег. И потом он просто говорит о том, что он не спорит богословски, он просто говорит о том, что вот Артемиды не будет, нужно ее защищать. Нужно встать на защиту Артемиды. Но изначально вопрос о потере средств, вопрос о потере дохода. Изначально вопрос не богословский и даже не политический, а экономический. Вопрос выживания. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида и Фесская!» Вот в логике это называется подменой понятия или подменой посылки. А некоторые преподаватели сравнивают это с тем, что чемоданы унесли. Вот на станции, на вокзале, где-нибудь сидишь, ты взяли, вот ты вернулся, чемоданы унесли. Смотрите, идет такое рассуждение, когда от одного незаметно переходим к другому. Первое утверждение, первое утверждение, которое потом забудется. А наши доходы происходят от нашего ремесла. Второе утверждение. Наше ремесло – это делать серебряные храмы Артемиды. Третье утверждение. Павел говорит о том, что эти боги ничего не значат. Четвертое утверждение. Наше ремесло придет в упадок. Пятое утверждение. У нас будет мало дохода. Постепенно. Постепенно, да, у нас будет мало дохода. Шестое утверждение. И подрывается авторитет Артемиды. Седьмое утверждение. Артемиде поклоняемся и мы и всей Аси. Восьмое утверждение. Велика Артемида и Фесская. Значит, постепенно, незаметно, от истинной причины вы пришли к такому патриотизму или идиотизму уж как хотите. Потому что патриотизм в таких ситуациях слишком близко соседствует с идиотизмом. И путать их крайне опасно. Это просто опасно для морального здоровья, для психического здоровья. Как мы с вами увидим буквально в следующих стихах. И весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гаргайя и Аристарха, спутников Павловых. Они единодушно устремились на зрелище. На площадь. Когда же Павел хотел войти в народ, то есть они ведь даже его не схватили. Они схватили первых попавшихся. По типу, вы были с Павлом. Ученики не допустили его. Понятно, потому что там кошмар происходит. Там толпа. А толпа, разъяренная толпа, которая не понимает, чего она кричит, это вообще-то, говоря, страшная вещь. Пустите пару сотен, а то и пару тысяч молодых разогретых таких пацанов, парней. Дайте им что покричать. Покажите им, чего свернуть или кому голову свернуть. Так легко. Свернуть. Даже не понимая, зачем. А какая разница, зачем. Главное, чтобы было что. Свернуть. А также некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Там нечего делать ему. Между тем, одни кричали одно, а другие другое. Ибо собрание было беспорядочное. Внимание. И большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Вот это настолько красивая и настолько дебильная ситуация одновременно, когда есть где-то источник этого волнения, но этот источник большинству людей неизвестен. Когда вы в следующий раз услышите истошные вопли, рассчитанные на толпу, начните, по крайней мере, с предположения, что за этими истошными воплями может быть некий совершенно другой источник, может быть некая совершенно другая причина, которую нам с вами никто не скажет. Как, собственно, произошло и здесь. Они собрались на площадь, я пойду, раз все пошли, я ору, раз все орут, я тоже буду орать, и вперед. По предложению иудеев из народа вызван был Александр, дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудеи, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали. А что они кричали? Велика Артемида и Феская. То есть народ впал в транс. Вот такая общая демонстрация. Стоят и кричат. Такое бывает и сегодня на самом деле. Появляется полиция, блюститель порядка. Блюститель порядка говорит с полицейской точностью. Значит, смотрите, что они кричат в лекарте, Меда и Феска. Именно на это и отвечает полицейский. Мужи эфесские, говорит он, мужики. Какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? То есть, ребята, сейчас закончим. Ребята, кто этого не знает? Это знают все. Если же в этом нет спора, то надо бы вам быть спокойными и не поступать и прометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания. И есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. В законном порядке. И дальше этот полицейский деятель предупреждает про пороховую бочку. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении. Так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Значит, вот какая вещь. Начинается с коммерческих интересов. С интересов желудка. Кушать что-то хочется. Приводит к тому, что толпа людей два часа орет в Великарте Мидо-Эфеское. А несколько лет назад в Москве была ситуация, когда небольшая толпа людей, человек сто, ходила вокруг здания строящегося христианского учебного заведения и орала «Баптисты вон из России». Они баптистов не видели в глаза. Но из России их нужно было гнать вон. Большинство участников этого сборища не знали, о чем орали. Бабушка, у которой взяли интервью, сказала о том, что я тут с роду с внучкой гуляю. С внучком гуляю. Я не понимаю, как она может с роду гулять с внучком. Но она ухитрилась. А теперь не смогу гулять, потому что баптисты будут рядом. Читаешь все это, слушаешь все это и вспоминаешь. Да, велика Артемида Ефесская, но еще больше понимаешь, сколь велик Бог, который с таким юмором и с такой точностью две тысячи лет назад через своих детей, через своих апостолов, через своих служителей написал в Священном Писании о том, чему мы с вами и сегодня становимся свидетелями. Перерыв 10 минут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...